Всем привет! Вы на канале Сайдрагстрест. Меня зовут Максим. И это новая часть Ui-компонентов. В этом видео мы сделаем с вами простое выпадающее меню. Выпадающее меню, как вы понимаете, это просто списочек из пунктов, по нажатии на которые у вас выпадает дополнительный пункт. Вот давайте что-то подобное реализуем. Реализуем правильно по BAM, через JS и так далее. Ну, в общем, все с самого начала, с нуля. Итак, я создам список и назову его меню. Далее в этом списке у меня будет меню item, то есть элемент списка. Это, собственно, элемент списка главного меню, по нажатию на пункт которого будет, собственно, выпадать. Это первое. Далее мне нужно внутри li сделать два момента. Первый момент это элемент, который будет открывать данное меню. И второй элемент это, собственно, само меню. Вот. Поскольку у нас элемент будет открывать меню, то есть по клику на него будет открываться просто меню через JS, то этот элемент, конечно же, кнопка, а не ссылка, как многие могли подумать. Вот. Это кнопка, потому что ссылка переходит по страницам, а кнопка именно открывает что-либо, что нам нужно. Хорошо. Кнопка есть. Давайте напишем здесь пункт 1. Нам неважно, какие пункты, это не суть. Вот. И далее нам нужен блок, который будет выпадать. Я предлагаю просто называть его дропдаун, даже не привязываясь к тому, что это менюшка. То есть просто дропдаун отдельный блок. Мы можем, конечно, сделать меню дропдаун, но, в принципе, в этом смысла особого нет. Пусть будет просто дропдаун. Дропдаун и внутри него снова список. Да. Дропдаун. Лист. Ли. Дропдаун. Айтем. А внутри мы уже можем делать все, что угодно, но я предлагаю сделать ссылку. Ну, то есть как мы открываем выпадающее меню и внутри меню выбираем пункт и переходим уже на страничку. Я предлагаю сделать так. Это такая стандартная практика. Поэтому это будет ссылка. Пусть пока пустая. Ну и здесь напишем, что это под пункт 1. Соответственно, мы можем добавить под пунктов, написать здесь 2 и, собственно, дублировать вот эти элементы. Допустим, я захочу сделать еще 2 таких пункта. В одном из них пусть будет 1. В другом пусть будет 3 пункта. Ну, в общем, это такой момент не особо важный. Сохраняем и видим вот такое вот меню. То есть да, оно уже сейчас выглядит как такая древовидная структура, правильная структура, список в списке. То есть с точки зрения HTML даже сейчас мы уже понимаем, что это действительно пункты с подпунктами. Именно поэтому правильный HTML уже сразу показывает то, как выглядит меню даже без разметки. Ну, даже без стилей. Итак, хорошо, это мы сделали. Теперь давайте пойдем в стиле. Нам нужно все это превратить в строку. Во-первых, да, скрыть пока что меню, который дроп-даун. Вот. Ну и чуть, немножко постилизовать элементы, в общем. Значит, для меню давайте мы сделаем margin.0.1.0.ListTile.Type.None. Очевидные такие вещи. Далее мы сделаем для того же меню. Хотя давайте зададим свой класс ListReset. А вот для меню уже будем писать непосредственно то, что нужно. Да, DisplayFlex, AlignItems, Center. И пусть это будет еще FlexWrap. Вrap. Ну, вrap нам не нужен, конечно, сейчас, но пока пусть будет. Вот. Ну и, конечно, ListReset нужно передать вот сюда. И, соответственно, на все вложенные списки тоже, чтобы было удобнее. Передаем сюда, передаем вот сюда и передаем вот сюда. Сохраняем. Все, все лишнее убрано. Пока что у нас все выглядит абсолютно непонятно как-то, да. Но это логично, потому что мы еще ничего не сделали толком. Идем далее. И блок DropDown. Мы пока что просто скрываем. Он пока что нам не нужен абсолютно. Хорошо. Меню есть. Меню готово. Далее нам нужно сделать отступы. И, к сожалению, я мог бы воспользоваться там гэпом каким-нибудь, да. Но, к сожалению, пока что поддержка гэпа, на мой взгляд, недостаточно. Поэтому мы делаем все маржином. Не для последнего маржина мы ставим отступ 30 пикселей. Готово. Здесь все. Ну и мини-бтн, я думаю, да. Сразу давайте застилизуем. Что-нибудь придумаем здесь вроде... Ну, курсор pointer понятно. Background пусть будет у нас 3.3.3. Color у нас будет FFF. Border. NUM. Вот. То и паддинг. Пусть будет 5 пикселей, 10 пикселей. Ну, что-то вот такое приблизительно. Вот такие вот пункты меню. Хорошо. Теперь я предлагаю дропдаун вернуть. Но, как бы, не просто вернуть, а сделать его сразу по макету. Чтобы оно правильно открывалось и никому не мешало, естественно, ему нужно задать position absolute. Ну, а чтобы этот пункт был относительно вот этого пункта, соответственно, нам нужно задать position relative на menu item. Поэтому мы создаем новый селектор меню item, position relative. Ну, и для дропдауна мы пишем position absolute. И давайте зададим тоже background 3.3.3. Вот так вот пункты у нас появляются. Они как есть, так и появились. Хорошо. Это есть. Теперь нам нужно правильно их расположить внизу. Да, они сейчас находятся уже внизу. Но я не считаю, что сейчас они уже находятся на месте. Что они действительно правильно стоят. Поэтому я поставлю top 100%. То есть, чтобы они точно были на 100% от родителя. И поставлю left 0. Чтобы они точно были слева относительно пункта меню, собственно. Теперь в этом точно уверен. И что бы ни происходило, они будут на этом месте. Идем дальше. Идем дальше. И у нас есть dropdown link. Давайте обратимся сначала к ней. Мы сделаем здесь... Ну, color, наверное, fff. Да, сразу очевидно будет. И сделаем давайте падинки. Тоже 5 пикселей, 10 пикселей. И поставлю еще здесь playblock. И выезд 100%. Вот. Теперь это выглядит вот так. Ну, ничего страшного. Они могут выходить за пределы. Это нормально. Ну и, конечно, ширину самому dropdown я предлагаю задать тоже. Немаленькую. Ну, скажем, пусть будет там 250 пикселей хотя бы. Вот. Вот так выглядят наши dropdown. По умолчанию. Ну, и может быть минимальную хотя... Зачем здесь минимальная высота? Наверное, не нужно. Окей. И здесь я предлагаю увеличить. Вот. Теперь пункты будут большие. И еще можно сделать... Хотя, в принципе, отступы не обязательно между элементами. И так все нормально. Хорошо. Это мы сделали. Теперь нам нужно dropdown скрыть. Да, я предлагаю это делать все через opacity и visibility. Opacity 0, visibility, hidden. Вот. Это нам дает гарантии того, что мы сможем потом плавненько, красиво все показать. Да. Задаем transition на opacity, на trace is in out и на visibility. Вот. Теперь пункты пропадают. И по клику мы будем уже их вызывать. Они будут вызываться плавно, потому что, собственно, уже все прописано. Ну, и, конечно, нужен класс dropdown active. Active, да, который, собственно, покажет opacity 1, visibility, visible, который, собственно, покажет эти пункты. Отлично. Ну, вроде бы, с точки зрения CSS и HTML все хорошо. Так давайте разбираться с тем, что будет в JS. Сделаем документ. Это ventlistener. DOM.content. Давайте, без ошибок только. Content loaded. И напишем, что здесь. Ну, давайте, давайте просто для начала напишем план, да, сделаю вот так. Вот так. Собственно, что нам нужно, да? Нам нужно, первое, по клику на пункты верхнего, верхнего меню открывать, открывать, открывать drop down. По клику, по второму, на эти пункты, закрывать drop down. Вот. Ну, и, пожалуй, по клику в любое место сайта, кроме меню, закрывать drop down. Это, наверное, такое самое-самое основное, что требуется от drop down, вот эти вот пункты. Давайте их реализовывать, собственно. Здесь все достаточно просто. Итак. Создадим сначала перемену, в котором положим все кнопки. Дальше мы должны написать меню buttons for each, то есть приближаться по всем этим кнопкам в цикле. Мы проходим по всем. И каждой из этих кнопок мы задаем клик. Обработчик клика. Вот. И здесь напишем e, как объект события, чтобы потом можно было легко добираться до элементов. Создадим переменную, пожалуй, пусть это будет btn или current btn, равно e current target. Это, собственно, именно та кнопка, по которой нажали в данный момент времени, в данную секунду. Далее нам нужно найти сам drop down. Drop down находится, по сути, он сейчас сосед кнопки. Мы могли бы найти как next element sibling, но я предлагаю сделать лучше и пойти через родителя. То есть вот у нас кнопка. Мы находим сначала родителя, а потом внутри него найдем drop down. Мы можем пойти через next element, но вдруг что-то изменится в разметке, поменяется, добавится здесь случайно какой-то элемент и еще что-то. В общем, так код, мне кажется, что так код быстрее сломается. Поэтому я найду по-другому. Я найду let drop down или drop пусть будет. Это будет current btn. Давайте я даду через closest конкретный элемент, меню item. И внутри него уже query selector будет у нас, который называется drop down. Так мы найдем текущий drop down. Давайте попробуем просто это вывести. И current btn и console.log drop. На всякий случай мало ли что. Сохраним. Так, и давайте попробуем нажать. Вот мы видим, да. И мы видим, что слеток drop down. Вот он у нас находится. Да, значит все находит наш код правильно. Отлично. Удаляем. Далее нам нужно сейчас будет пройтись опять же по всем кнопкам снова внутри этого клика. И у всех этих кнопок класс удалить и добавить одной только кнопки. Ну, смотрите, я просто хочу, чтобы как-то выделялся вот этот пункт. Давайте для меню btn мы тоже сделаем active. И пусть это будет бы run color. Ну, не знаю. Да пусть криминал. То есть нам не важно на самом деле. Криминал. То есть что я хочу. Мы кликаем. У всех элементов спадает класс. И добавляется только тому, на который мы кликнули. Нам это нужно сделать. Давайте добавим сначала просто для current btn. С данным кодом просто будет добавляться класс к каждой кнопке, но не будет сбрасываться у соседей. Нам нужно это решить. Поэтому мы снова проходимся по меню btn. Давайте прям скопируем этот код. Главное здесь не запутаться в скобках. Вот так. И внутри мы напишем что? Что если этот элемент не равен current btn, то есть если мы кликаем и мы как бы не находимся на текущей кнопке, не нажимаем на нее, то только у всех оставшихся кнопок мы удаляем. Поэтому l classList remove и здесь собственно удаляем все классы. Так мы себе предостерегаем и делаем удаление только там, где действительно это нужно. Давайте проверим. И вот собственно теперь у нас классы переключаются корректно. Давайте еще для красоты, пожалуй, добавим здесь transition на background color is amount. Вот так. Теперь это будет еще и плавно происходить. Вот. Теперь это все отрабатывает как нужно. Хорошо. Теперь нам нужно показать текущий drop-down. Текущий drop-down у нас уже есть в примере drop, значит мы можем сделать здесь что? Правильно. Drop. Класс лист. Только уже не add, а toggle нам пригодится. Кстати говоря, и здесь тоже пригодится toggle. Это как раз таки для того, чтобы и закрывать, и открывать по клику на эту кнопку. Поэтому здесь будет toggle. Dropdown. Active. Проверим. И вот теперь наши пункты меню работают корректно. Причем, видите, и открываются, и закрываются по клику. Вот. Но это еще не все. Пожалуй. Хотя, в принципе, если так подумать, что нам еще нужно будет? Да, вроде ничего. Кажется, что здесь все. Так. А, вот видите, вот в общем проблема. Да. Вот мы еще что не учли. Мы не учли то, что у нас, когда открыто одно окно, все соседи должны закрываться. Поэтому давайте напишем еще условия. Здесь мы пробежимся по dropdown. Да. Пожалуй, нужно сделать переменную в таком случае. Colts.drops. Да. И пробежаться по всем dropdown. Вот. Что мы делаем? Мы делаем drops. For each. L. А, здесь какие-то нам не нужны. Вот. И делаем, ну, похожие же условия. Что если у нас dropdown не текущий, да, который мы... Ну, если элемент этого множества dropdown не текущий, не дроп, то тогда мы у него будем удалить класс. Соответственно, у нас будет L. ClassList.remove. Или должен быть у нас именно L. Да, по идее должен быть. То есть мы проходимся по dropdown и удаляем у них класс dropdown active. В таком случае теперь, как видите, у нас предыдущий закрывается и остается только текущий элемент. Вот. Пожалуй, 250, на мой взгляд, многовато. Давайте поставим 200. Ну, просто чтобы было чуть поменьше. Вот. Собственно, и все. Это так и работает. Вы можете спросить, а зачем нам вообще JS, да, если мы можем просто в CSS ховер написать и все. Как бы с одной стороны, да, но с другой. Представьте, что пользуется сайтом человек с ограниченными возможностями. Ну, например, у него что-то с моторикой, да, и он просто не может попасть, мышка вот адекватно в пункт. У него там рука трясется или что-нибудь еще, не дай бог. Но вдруг. Просто представьте себе такой момент. И как же ему попасть сюда? А никак, он просто не сможет попасть и адекватно пользуется меню. Ну, если будет клик, он один раз попадет, кликнет и все. И меню осталось открытым, пока он делает там свои дела какие-то, которые ему нужно делать. Вот и все. Поэтому лучше клик. Вот. Ну, и теперь по клику в любое пустое место страницы, в любую пустоту, так скажем, мы должны будем закрывать текущий дробдаун. Ну, так тоже удобно, чтобы мы там поскроили, допустим, чуть ниже, да, нажали, и у нас меню закрылось. Для этого нам нужно будет написать новый обработчик. Давайте вот здесь внутри. Документ. Это вентисленер. Клик. То есть мы будем кликать по документу, то есть по всему сайту. Ну, логично, раз нам нужно сделать клик именно по документу, по любому пустому месту, то мы кликаем по документу самому. Здесь нам нужно будет определить, куда конкретно мы кликаем. Куда конкретно мы кликаем. То есть если мы кликаем на пункты списка, на любой из пунктов списка, на любой элемент, точнее, в этом списке, да, на любой элемент внутри этого URL-меню, то тогда нам закрывать меню не нужно. Но если мы кликаем вне этого списка, в любое место вне этого списка, то, соответственно, тогда мы будем закрывать. Поэтому здесь будет условие Если eTarget Closest List То что мы делаем Closest у нас что делает Он находит родителя Соответственно Если потомки листа Если мы развернем вот эту запись Если target не равен потомкам листа Ну потомкам не листа А меню точнее Если target не равен Потомкам меню То только тогда мы будем что-то делать Только тогда мы будем что-то делать А что мы будем делать Мы будем удалять классы по сути То есть мы вот эту вот запись можем взять И сюда скопировать По идее если я все правильно делаю Ну только условия нам не нужно Нам нужно просто удалять все Да Поэтому если я все правильно написал То должно все работать уже сейчас Мы не удаляем вот этот класс Потом вот этот Да, кажется все ок Проверим Нажимаем Нажимаем в пустое место Так Ага Вот тут не работает Потому что у нас Display Flex у меню Ну и меню по сути Длится Да У нас 100% Поэтому давайте для меню Мы зададим Inline Flex Вот таким образом Меню будет завершаться Собственно Там же где начинался элемент Вот он Собственно Вот здесь уже будет работать Поэтому вот мы кликаем Кликаем по пункту Все нормально Кликаем по вот этому Он закрывается Потому что прописан в коде Кликаем между пунктами Тоже не закрывается Ну в принципе Потому что мы в листе находимся А вот если мы пойдем дальше То все работает Вот собственно Это отрабатывает так Как и нужно Вот такое вот небольшое Достаточно простое меню Можно сделать с помощью HTML, CSS И немножечко JS Собственно JS Довольно таки простой На мой взгляд Да Здесь мы просто Еще раз давайте пройдемся Мы проходимся По всем кнопкам Задаем Ну ищем сначала Текущий элемент Потом ищем Текущий дропдаун Потом смотрим Что если у нас Клик произошел Не по текущей кнопке То у всех удаляем Если не открылся Текущий дропдаун То удаляем И потом просто Открываем Текущий дропдаун И у текущей кнопки Меняем цвет Ну то есть Меняем класс Потом меняется цвет Ну и здесь Мы просто При клике На документ Проверяем Что если мы кликаем Не по потомкам Данного меню То тогда удаляем Собственно все Вот, собственно, такой вот простой код. Надеюсь, он вам поможет в ваших проектах. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно заходите в наши группы в Телеграме. И до скорого. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok